Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксенов, это Gameplan и сегодня будет весьма интересненькая подборочка игр на мой взгляд. Итак, начнем мы с игры FIF War и в этой игре вам необходимо будет обворовывать различные жилые дома. Ну что ж, посмотрим, что же здесь у нас есть. Здесь есть несколько домов, но чтобы разблокировать следующий дом, необходимо набрать определенное количество звезд. В каждом доме необходимо украсть множество различных предметов. В первой миссии мы воровали бейсбольный мяч, затем яйцо в фаберже, затем шляпу, треуголку и вот дошел я до миссии, где необходимо украсть старинную лампу и спальню. Но давайте, наверное, пройдем ту миссию, которую я уже играл и попробуем пройти ее на три звезды. Здесь у вас имеется ограниченный запас энергии, конкретно 10 единиц, то есть 10 миссий вы можете пройти, а потом нужно ждать, пока энергия пополнится. Также здесь, чем быстрее вы выполните задание, тем больше звезд за прохождение вы получите. В этой миссии появляются уже жильцы, то есть они вас могут поймать. Итак, здесь можно взаимодействовать с предметами. Большинство предметов, с которыми можно взаимодействовать, они подсвечиваются. То есть своеобразная такая искорка вокруг них летает. Ну или лучше сказать, просто блестят эти предметы. Итак, а сейчас вот в этой комнате находится житель. И нам нужно подождать, пока он уйдет, чтобы мы смогли пройти туда и взять там один очень важный предметик. Вот здесь вот он лежит и это какой-то инструмент. Давайте его подберем и снова уйдем, потому что сейчас житель вернется. Вообще по атмосфере и стилю игры мне игрушка очень сильно напоминает, как достать соседа. И, наверное, этот выпуск я назову, как обокрасть соседа. Итак, следующее, что нам нужно сделать. У нас есть шишечка-грузик и вот этот вот то ли молоточек, то ли что-то в этом духе. Шишечку нам нужно повесить вот на эти часы. И как ни странно, после того, как наступило утро, штора вдруг открылась. И мы каким-то непонятным образом можем взять вот эту дрель, которую мы увидели. И теперь открыть вот этот вот камин и пролезть наверх. То есть теперь мы можем перемещаться по вентиляции. Заходим сюда. Так, это понятно, что это за инструмент. Это резак для стекла. Достаем шляпу-треуголку и выполняем задание. За это мы получаем награду, соответственно. И три звезды за то, что выполнили миссию достаточно быстро. Для чего здесь нужны деньги? Деньги здесь нужны для того, чтобы покупать различные ништячки, которые, например, могут на время отключить жильцов. И тем самым вы сможете сбежать. Если же вы ничего не примените, то просто вас поймают и придется перепроходить миссию заново. Игрушка неплохая. Немножко, конечно, анимация скудноватая во время действий. Но, в принципе, играть интересно. И какая-то ностальгия по игре, как достать соседа, возникает. Вторая игра называется Based Buster. И эта игра мне немножко напоминает, наверное, серию игр Аномалии. Чем же мне эта игра напоминает эту серию игр, вы совсем скоро узнаете. Итак, у нас имеются различные виды техники. Мы можем каждый из них улучшать. А вот эти цифры, которые написаны, указывают порядок, в котором они будут ехать. Здесь можно также отстраивать базу. Про апгрейд и улучшение техники я уже сказал. В принципе, там ничего такого особенного. Поэтому смотреть мы на это не будем. Можно апгрейдить различные характеристики. Ну и самое главное, то, что здесь нужно делать. Итак, за каждое участие в миссии у вас отнимается 2 литра топлива. И это, конечно, печально. Но, в общем, как и все бесплатные игры, точнее, многие бесплатные игры, такая вот система доната здесь присутствует. И что же вам здесь нужно делать? Вам необходимо проехать по городским улицам. Итак, на пути у нас стоят вот такие вот вражеские отделы техники. Мы можем, например, использовать различные способности наших вот этих вот кораблей, наших танков. Мы можем их чинить выпадающими из уничтоженных вражеских танков гаечными ключами. И делать другие различные ништячки. Специальные заряды у них перезаряжаются относительно долгое время. Но обычные снаряды постоянно стреляют, то есть безостановочно. Итак, среднего я вам показал. Давайте покажу вам, как работает вот этот электрический чувак. То есть мы выбираем траекторию, и какой-то дрон-робот пролетает и тем самым наносит какой-то электрический удар врагам, которые попали в радиус. Так, осталось показать вам способность последнего. Что же он умеет делать? Он умеет выпускать две баллистические ракеты, которые также могут сразу нескольких человек уничтожить. Но сейчас мы попробуем сразиться вот с этими. В конце каждой стадии присутствуют боссы, и именно вот это они и есть. Так, попробуем сейчас попасть. Ну да, в одного все-таки мина попала, и это хорошо. Так, попробуем добить среднего. Также можно выбирать, кого атаковать, чтобы, например, все ваши юниты стреляли в одного. Для того, чтобы быстрее обезвредить хотя бы одну цель, чтобы получать меньше урона. И вот таким вот образом вам предстоит играть в этой игре. Естественно, как я уже и сказал, вы сможете улучшать свою технику. Она также будет получать дополнительные уровни и тем самым становиться сильнее. Гаечными ключами мы лечимся, как я уже и говорил. Ну вот в таком вот духе, собственно, игра и выполнена. Вам также предстоит строить свои базы. Можно тестировать их на оборону. Можно защищаться, собственно, с помощью этих баз. Ну и так далее. В принципе, игрушка, на мой взгляд, неплохая, интересненькая, немножко отдаленно напоминает аномалию. Но в аномалии, к счастью, доната не было. И все-таки с игровым балансом было все в порядке. Здесь же, как с игровым балансом в будущем будет, я не знаю. Но, скорее всего, в будущем донат все-таки будет требоваться. Третья игра называется Soccer Hero, то есть футбольный герой. Здесь вам необходимо построить свою личную футбольную карьеру и участвовать в различных футбольных матчах. Ну, в общем, об этом, обо всем сейчас мы поговорим. Чем лучше вы играете, тем выгоднее будут ваши контракты и тем больше вы будете получать наград. За счет денег вы сможете покупать более лучшую одежду, автомобили и в целом лучше играть, владеть более хорошей техникой и так далее. Здесь вы также можете тренироваться, чтобы оттачивать навыки игры, либо же участвовать в матчах. Давайте отправимся в матч и попробуем сейчас сыграть. Здесь написано условия матча, какая погода, какая сложность и так далее. Ну, в общем, это все понятно. Посмотрим же все-таки на геймплей и на то, что из себя представляет игра. Игрушка, можно сказать, пошаговая. И как в шахматах, здесь вам будут расписываться ходы ваших соперников. Нажимаем играть. Итак, они разводят мяч и сейчас мы перейдем в атаку. Да, вот он наш ход. Наш однокомандец вон там находится. Мы, в принципе, можем ему дать пас. Нам нужно выбрать, в какую сторону мы будем пинать и с какой силой. Давайте как-нибудь примерно вот так вот. И попробуем подкрутить. Чтобы подкрутить туда, нужно ударить чуть-чуть правее. Ударяем сюда и мы попали прямо-прямо в нашего противника. И упустили, соответственно, шанс. И нам забили гол. Это печально. Так, теперь мы можем забить гол сами. Давайте попробуем пробить в ворота. Прямо вон туда. Вот пробьем по центру мяча. Может быть получится. И, блин, вратарь поймал. В общем, вот в таком вот духе вся игра и сделана. В принципе, интересно. Например, если бить под низ мяча, то мы можем, например, перевесить через противника. Или просто дать навес для того, чтобы ваш союзник по команде смог забить гол. Можно, конечно, никому пасы не давать. Можно забивать только самому. Давайте попробуем перевесить противника. И посмотрим, что получится. Перевешиваем. И выпнули вообще мяч за поле. Но, тем не менее, смотрите, счет у нас 1-1. И это, конечно же, не может не радовать. В общем, вот в таком вот духе будет игра. Необходимо будет покупать различный новый шмот, тренироваться и так далее. Но здесь, как и в двух предыдущих играх, имеется энергия, которая вам нужна для того, чтобы, собственно, участвовать в матчах. Итак, давайте попробуем пробить пенальти. Может быть, что-то из этого и выйдет. Так, давайте попробуем в угол пробить. И как-нибудь вот так вот. Давай, детка, бей! Есть! Гол! Красиво! И последняя игра на сегодня. Это, можно сказать, относительно такая текстовая. Но, конечно, текста здесь мало. Но игрушка сделана на основе теории вероятности. Называется она Escape of the Dead. Ну, собственно, мини-гейм она и называется. Здесь есть подробные правила про то, как здесь распределяется возможность успеха и неуспеха и так далее. Также предлагают приобрести дополнение вот здесь вот и получить еще более интересную и сложную версию данной игрушки. Ну что ж, посмотрим, что здесь у нас имеется. У нас имеется три действия и четыре очка. То есть, например, два очка действия мы отправляем сюда, чтобы убить двух зомби. И два сюда, чтобы отремонтировать машину. Наша главная задача отремонтировать машину, чтобы смотаться из гаража. Ну что ж, приступим. Нажимаем готово. Итак, зомбарей мы убили. Отлично. Попробуем починить машину. Да. На одну единичку мы машину починили. И уже мы чуть-чуть ближе к победе. Но не все так будет легко. А также, если вашу баррикаду рушат, вы можете ее ремонтировать. Но сейчас пока что нам это, наверное, не совсем требуется. Вот, как вы видели, сейчас у нас баррикада починилась. Когда вы убиваете 10 зомби подряд, ну вот, то есть, вообще не подряд, а в сумме, то вам даются определенные очки, которые вы можете использовать, как вы видите, на следующей цели. Уничтожить зомби, остановить прирост, чинить три баррикады и починить 10% тачки. Можно остановить прирост, конечно, можно выбрать все, что угодно. Все будет зависеть именно от вашей стратегии и от того, сможете ли вы ее правильно построить и пройти все-таки эту игру. Я играл-играл, но так победить у меня не получалось. У меня однажды получилось практически тачку полностью починить. Оставалась у меня всего лишь вот эта вот одна штучка, но, тем не менее, в итоге я все равно проиграл, и это было печально. И сейчас, скорее всего, я снова проиграю. Так, можно починить баррикаду, починить тачку, но это меня уже, к сожалению, не спасет. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч! Продолжение следует...